Здравствуйте, я Петр Семилетов. Я представляю вам свой звуковой редактор ECO. ECO существует в версии для Linux, но есть планы выпустить и под Windows, но это в отдаленном будущем. На момент записи этого видео версия 0.7.0. Что интересного и что отличает ECO от других волновых редакторов? Во-первых, это стойка эффектов. Стойка эффектов, как правило, присутствует в другом классе программ, в DAW, а здесь она тоже есть. Вот мы можем нажать клавишу плюс, навесить какой-нибудь эффект вроде овердрайва, эквалайзера или управления громкостью. Вот мы сейчас вызовем, возникает такой вот, можем управлять громкостью в реальном времени. можем сделать громче и выключим эффект. То есть эффект можно включать и выключать. Далее, в меню вид меняется такая вкусная штука, как палитры. Разные цвета, очень красивые, винил и прочее. Замечательно. Но каковы его рабочие функции этого редактора? Давайте выключим звук и посмотрим. Рабочих функций довольно много. Можно выделять текст в меню функции. У нас есть генератор синусоида, шума. Можем вставлять тишину, заглушать выделение. Вообще. Есть еще мощный конвертер каналов. Серия мормонов, стерео 511, стерео 511, стерео поменять канал местами, копировать канал. Фейд. Ну, фейд нарастание, затухание, что вы имели ввиду. Вы имели представление, что такое фейд. Давайте посмотрим. Вот у нас тут начинается волновая форма и мы делаем ей fade-in. Функции fade-нарастание. Опа! Вот такой вот нарастание. То есть волновая форма будет плавно начинаться, затем становиться громче и до определенного момента. Теперь, что еще у нас в функциях? Это сдвиг DC. Оси. Когда волновая форма сдвинута относительно оси, мы можем ее сдвинуть. Анализ. Это анализ РМС. Вот тут выводится анализ РМС. Выделенная область. Если никакая область не выделена, то анализируется весь файл. Есть анализ уровней. Фильтр. Фильтры еще не работают. Усиление, нормализация. Другой. Это реверс. Реверс. Давайте мы сначала отменим то, что мы натворили и сделаем реверс. Вот мы делаем реверс. Вот перевернулась. Вот так работает реверс. Теперь мы отменим реверс и послушаем, как звучит. Звучит, как звучало. Что до поддерживаемых форматов? Поддерживаются все форматы, которые понимает библиотека libsoundfile. Можно импорт-экспорт делать. Кстати, импорт из RAW формата, то есть из чистого PCM. В изменить формат мы можем изменить формат. Вот какие форматы доступны. Это все делаю не я, то есть предоставляю. Это все заслуга библиотеки libsoundfile. По типу мы можем signed 16-bit, то есть 16-bit float, частота оцифровки. В редактор встроена переоцифровка при воспроизведении. То есть можно одновременно открыть файл в 44 кГц, в 48 кГц и при воспроизведении они будут приводиться к некой общей частоте. Частоте, которая выставлена в сервере Jack. Сервер Jack запускается либо из самого редактора автоматически при запуске редактора, либо вы сначала запускаете Jack с нужными параметрами. Например, программой qjackctl или из консоли. Там настраиваете параметр и затем запускаете echo. Кроме того, в меню вид можно сохранить профиль. Профиль включает в себя размеры главного окна и некоторые другие настройки. Можно поддерживать окно поверх других окон. В навигации мы видим тут играть пауза, играть в петли, включить, выключить. В общем, игра в петли сделана очень удобно. Мы ставим галочку на петля, выделяем область и воспроизведение. И выделим фрагмент, играется в петли. Если снять эту галочку, то будет играться весь файл до конца. Если мы просто поставим петлю и ничего не выделим и нажмем на воспроизведение, то будет в петле воспроизведиться весь файл. Так, а как работает пауза? Клавиша воспроизведения. В правке можно делать очень много чего полезного. Это удалить, копировать в новый, копировать в новый с форматом по умолчанию для удобной и быстрой нарезки одного большого вава в несколько маленьких. Открытие файла происходит вот так. Тут у нас файловый менеджер такой открывается. Вкладка «Ладить» предназначена для настроек. Это интерфейс. Качество перецифровки при воспроизведении. Тоже параметр линейное, самое быстрое и так далее. Качество сохранения вог ворбис. Редактор умеет сохранить вог, вфлаг. Количество отмен на файл 6. Чем больше количество отмен, тем больше памяти расходуется. Функция «Дур пока пусто» и клавиатура. Можно каждому пункту меню назначить сочетание клавиш. Вот, в принципе, и все, на что способен ЭКО в современной версии. Сейчас у нас 23 ноября 2012 года. С вами был разработчик редактора ЭКО Петр Семилетов. ТЕХНО! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...